Народный патруль Утром в минувшую пятницу произошло жуткое ДТП на автодороге Солнечной Ола. Столкнулись автомобили Ниссан Эксперт и Тойота Королла. Легковушки размотало по полной, но пассажиры живы, хоть и получили травмы. Парковка автомобилей на заледенелом склоне – бесстрашное и безрассудное занятие, считает автор видео. Особенно, если стоят они по обе стороны дороги, ведь в случае заноса кому-то придется подумать о ремонте. Пацаны, кто вот так машина оставляет, вы прям бесстрашные викинги, отвечаю. Это просто, ну, вот куда меня, если меня сейчас понесет, что мне выбрать? Прадик вот этот или X-Trail? Наверное, X-Trail, это дешевле. Мечты о теплых остановках греют магаданцев зимой. И действительно, такое чудо техники уже полным ходом распространяется по всей стране. А у нас дальше разговоров дело не зашло. Именно об этом следующий ролик с интригующим продолжением. Прочитал сегодня новость, что в Якутске открыли уже 37-ю теплую остановку. А вот так выглядят остановки в Магадане. Центр города. Можно сказать, лицо его. Вот, пожалуйста, шаурма, крыша разваленная. Хотя вот по факту выселите всех вот этих вот арендаторов. И будут вам теплые остановки. Страшную остановку на телевышке все-таки демонтировали. Администрация, наверное, хочет нам подарок сделать и установить тут теплую остановку. Оставляя машину зимой во дворе, есть риск обнаружить ее буквально закопанной снегом. Вдвойне неприятно, если под рукой еще и нет лопаты. Уж не знаю, почему оператора веселит данная ситуация, но, к слову, автомобилистки все-таки помогли в раскопках. Ой, тяжко, девушки. Зарыли ее грейдером. А лопаты нету. Наглухо зарыли. Молодца. Да, пинай, пинай. О, щеткой, во, щеткой, сам то. Ну вот, мужик с лопатой в помощь. Не только владельцы автомобилей сталкиваются с зимними трудностями. Снег расчищен не везде. Например, в третьем микрорайоне, чтобы перейти дорогу и выбраться в город, приходится ходить по утоптанной тропинке. Особенно большие трудности это вызывает у родителей с колясками. Вот, пожалуйста, вот такое препятствие нужно преодолеть для того, чтобы выйти со сквера третий микрорайон. Вот здесь вот мы видим все замечательно почистенное, такой небольшой кусочек. Но дальше для того, чтобы перейти дорогу и пройти дальше, мы и можем. Здесь возникают препятствия, с колясочкой очень сложно пройти. И пошли такие препятствия, где с коляской пройти, ну не то, что трудно, просто невозможно. Для одних рыбалка это увлечение, а для других спорт, причем опасный для жизни. Речь о зимней ловле на льду. Правда, в основном рыболовы дожидаются прочной ледовой корки, но только не наш герой. Рыбаки в речке, а речка еще не до конца замерзла. Прямо кровью стоит, сидит. Полиция, инкассаторы, сирены и мигалки. Вечером 11 декабря все это наблюдали участники движения на улице набережной реки Магаданки. К слову, ничего криминального не произошло. А на видео очередные учения. Движки понятны, короче. Охрана, гаишники, инкассаторы, тормозоли. Походу мало зарплату платят гаишники. О, еще подъезжают. А если в объектив вашей камеры попало что-нибудь интересное, то делитесь с нами и становитесь участником выпуска. Видео присылайте в WhatsApp. Телефон 8-924-855-2525. И подписывайтесь на наш аккаунт в Instagram. Народный, нижнее подчеркивание, патруль49. А на сегодня все. Увидимся через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Открой новые возможности от МирАнтенн. Высокоскоростной интернет. Цифровое кабельное телевидение. Видеонаблюдение. И городская телефония. МирАнтенн. Все лучшее для людей. Добавил субтитры. Добавил субтитры.